я желаю победы азербайджанскому оружию и мужества азербайджанскому народу сказал российский эксперт все то что случилось на рассвете в воскресенье 27 сентября 2020 года это есть закономерное выражение сути откровенно нацистского режима современной армении ракетно артиллерийский удар армянской армии по мирному населению азербайджана на рассвете в воскресенье мне вольно или невольно напоминает почти такой же день 22 июня 1941 года когда войска гитлеровской германии точно также вероломно без объявления войны и выходной день напали на советский союз впрочем ничего иного от последователей идейного нациста горигин анжди ожидать не приходится как передает азиас об этом азертадж сказал российский политолог олег кузнецов как показывает история нацизм и фашизм на какой бы национальной почве они не формировались и развивались всегда и везде идут по пути ненависти агрессии и войны то что случилось на рассвете в воскресенье 27 сентября 2020 года рано или поздно должно было случиться ибо это есть закономерное выражение сути откровенно нацистского режима который годами создавался и существует в современной армении азербайджан вынужден вести войну на своей территории и за свою территориальную целостность его война справедливая и правильная надеюсь что в новейшую историю этой страны она войдет под именем освободительной или даже отечественной и станет победоносной как и подобные такие воины в мировой истории я желаю победы азербайджанскому оружию и мужества азербайджанскому народу сказал российский эксперт из оккупированных районов азербайджана должны выйти армянские войска бюс лутера должны вернуться примерно миллион азербайджан но точно физулинский лачинский джеброрийский агдамский значит районы это территория азербайджанской республики незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями при поддержке российского ельцинского режима в начале 90-х годов вот кто скажет из армян что это не так что это территория армении вы знаете оставим эти разговоры войне готовы там все я убедился в этом побывав на позиции азербайджанских войск они готовы сражаться за свою родину поэтому те кто меня оскорбляет пусть бог вам будет судья